Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Идеальное утро с мамой? Серьезно? Такого я на канале у Самвела не припомню. Уезжать от мамы тяжело? Было. С мамой хорошо? Было. Никто не накормит вкуснее, чем мама? Ну, примерно. Что-то такое помню. Но чтобы идеальное утро с мамой? Такого я не помню. Стало быть, игра «Любящий сыночек и любимая мамка» продолжается. А я, в общем-то, и не против. Но пусть хотя бы в такие показушные моменты баба Таня сможет почувствовать себя мамой, а не как постоянно Севка ее ласкает. То Хиряма, то Макайда, то Кеша, то Анаконда, то Варан, то вообще проходится по ней капитально. Да, в последнее время так это ужас, что было гулящая и, прости господи, прямо в лицо бросал своей матери. Ну, пусть хотя бы изредка будут выходить такие ролики. Приходит Самвел к маме и обалдел. На кровати ее нет. Вот это нежданчик прилетел. Она же ему сломала всю систему. Он должен прийти, заглянуть в комнату и увидеть лежащую на кровати мать. И спросить, гыгнула она или нет. А теперь что ему делать? Если нет тела, вопрос неуместен. Ты гыгнула или нет? У кого спрашивать? Ну, не могла же она в конце концов раствориться в голосе. У него такое удивление прозвучало в голосе. Ты де? Действительно. Куда ты делась из однокомнатной квартиры? Он уже так привык находить ее именно в горизонтальном положении на кровати. А теперь ее там нет. Мама в туалете. Сейчас, сынок, говорит ТВ, приоткрыв дверь туалета. Трусы поменяю. И буду при полном параде. Готова к встрече. Вот кто ей сказал, что Самвелу интересно знать, чем конкретно она занимается в туалете. Молча зашла, сделала свои дела и вышла, как это делают все нормальные люди. Оповещать не нужно. Зачем ты пошла в эту комнату? Всем и так понятно, что пошла делать какие-то свои грязные дела. Молча сделала и вышла. Но зачем сообщать ему и всему белому свету интимные подробности? Ведь она же знает, что он приходит к ней уже с включенной камерой. Значит, всему миру сообщила, что она там делает. Зашел Самвел в комнату. Заглянул коту в рот. Кот делает такие движения, будто у него что-то застряло в зубах. А я смотрю на стул, который стоит возле кровати ТВ. На спинке висит целая куча грязной одежды. А как же ежедневная стирка? Почему это белье не выстирано и не убрано на место у такой аккуратной бабушки, какой она себя выставляет? Но ведь если она стирает каждый день, у нее вообще не должно быть в квартире ни одной грязной тряпки. Скорее всего, единственное, что она стирает постоянно, это испачканное нижнее белье. А платье стирать не обязательно. Вот если бы она их обоссала, тогда она, может быть, и бросила бы в стирку вместе с трусами. Ну, какая разница? Трусы обоссаны, платье обоссаны. Ну, все вместе пусть и стирается. А так висят, ну, чистенькие же. Зато воды у нее море. Баба Таня, наверное, в курсе, что в мире проблемы с запасами пресной воды, и поэтому экономит ее как может. Делает свой посильный вклад. Вышла она из туалета, я не слышала, чтобы она за собой смыла. Опять-таки, экономит. Самвел прошел мимо, задержался возле туалета. Принюхался, так слышно было, как он шумно втянул воздух ноздрями, но говорить ничего не стал. Он ведь дружит с мамой. Утро-то ведь идеальное. Поэтому разбор полетов отложен. Зашел на кухню, а там мамка во всей красе, в грязном платье, которое сняла вчера вечером. Как я и думала. Перед сном она снова его надела. Раз она с самого утра ходит в этом платье, значит, она и спала в нем. Она и сама ему об этом сказала, когда была в туалете. Я только что встала и зашла в ванную трусы поменять. Если бы она спала в другом платье, это даже смешно звучит, она спала в другом платье. Не в пижаме, не в ночной сорочке, в платье. В нем бы она и поплелась в туалет. А так, в этом платьице. Надела чистая она вечером, побыла в нем до конца съемок, буквально там последние несколько минут, а потом снова влезла в грязное. Свинья Свиньевна. Опять начала жаловаться на боль в боку. И вместо привычных насмешек, к которым она уже, по-моему, привыкла, типа, полежи под кондиционером, сын предлагает маме услуги массажиста. Но если действительно получится найти грамотного специалиста, почему бы и нет? Самвел говорит, тебе же грыжу поставили. Но я слышала, что массаж в таком случае не противопоказан. Наоборот, он может размягчить напряженные мышцы, это поможет снизить боль. Вот единственное нужно выяснить, а как этот массаж, можно ли использовать его при онкологии, которая у нее была, ну и еще какие-то сопутствующие заболевания. Но я думаю, что если они все объяснят врачу, и если действительно удастся найти грамотного врача, то он им скажет, можно или нельзя. Пошла мамка прихорашиваться, меняет платье, вылезла из горячо любимого Парижа. Севка говорит, мама, давай мы его выбросим, а выбрасывайте. Вот по привычке, прям с балкона. Но чем Севкины трусы лучше, чем ее платье? Они ведь висели на деревьях, пусть теперь повисит и ее платье. Потом кто-нибудь не выдержит, снимет его, выбросит, осторожно так палкой подцепит в мусорку, а бабка будет говорить, «А, забрали платье», как в свое время это говорил Севка. Значит, хорошее было платье. Ну, как у Севки были хорошие трусы. Говорит, ребята, представляете, забрали. Он ему даже мысль не пришла в голову, что кто-то проходил, скажет, фу, какая гидота. Осторожно подцепил палочкой, выбросил, а Севка думает, у меня такие классные трусы были, что даже не поленились люди залезть на дерево и снять их, и забрать себе. Еще и носили нестиранное, да? Скорее всего, он так подумал. А Севка в это время, пока маменька прихорашивается, он крутится перед зеркалом, делится со зрителями своими показателями. Говорит, вес у меня стоит на месте, 73 килограмма. Ну, бывает там плюс-минус, там пару килограммчиков, но, в общем-то, 73 килограмма. Ну, хотелось бы похудеть до 65, и быть глистой в скафандре. Он похудел до этого веса и стал похож на половую тряпку после многолетнего использования. Весь какой-то помятый, потертый, дырявый. Если он сейчас похудеет еще на 8 килограмм, никакой ботокс его уже не спасет. Он будет выглядеть, как на один сын, причем родившийся у него в юные годы, и теперь практически одновременно с нею и состарившийся. Вот если бы он изначально держал вес в норме, тогда все было бы нормально. Мне кажется, вот сейчас, который у него вес есть, он оптимальный. Вот больше не надо, меньше тоже не стоит. Севку не устраивает жир на боках и животе. Конечно, говорит, есть хуже фигуры у людей. А меня все устраивает. Ну, все устраивает, ходи тогда так. Если не устраивает, вот не был бы он лодырем царя несусветного, занимался, ну, хотя бы дома. Он бы избавился от этой проблемы. Ведь достаточно было бы каждый день качать пресс, делать наклоны из стороны в сторону. И остатки жира, они постепенно перекачались бы в мышцы. Он ориентируется на цифры на весах, а надо смотреть на фигуру. И те дефекты, которые он у себя обнаружил, ну, которые ему не нравятся, вот он считает, что это дефекты, да. Их запросто можно было бы убрать тренировкой. Но лентяй ведь, он же делать этого не будет. Заходит он к мамке в комнату, она уже переоделась. Красивая мама у тебя платье. И мама самая красивая, да. Жарко становится в квартире, да, мама? И опять и снова треп про балкон. Он прекрасно понимает, что разбирать балкон глупейшая идея. Но все равно говорит об этом, чтобы завести зрителей. Говорит, надо этот балкон разобрать, сделать новый, там, кованый. И очень длительное время он ничего не делает. И не будет делать. Можно было бы решить вопрос, поставить сетки. И, кстати, мамка ничего не смогла бы выбрасывать из окна. Но это же севка. Его запала хватает только на то, чтобы потрепаться языком. Но если он действительно разберет балкон, тогда с него полетят не только цветы. Ой, соседи, держитесь. Я боюсь, что и с массажистом толку не будет. Он ведь скоро уезжает, а потом забудет. Ему же самое главное поговорить. Да, мамка, все сделаем, все будет. И авоз и ныне там. Пошла она на кухню мерить сахар, пить таблетки, вывалила целую гору этих блистеров на стол. Гребется в них, как курица лапой. Сколько им присылали таблетниц. Люди специально идут и покупают себе. Этим прислали. И у них не хватило мозгов, чтобы воспользоваться. Ведь на целую неделю можно было приготовить таблетки. Разложила по ячейкам и пей. А были и такие, которые для одного дня. Утро, обед, вечер. Все продали. Им такое не нужно. Это слишком сложный процесс для их мозгов. Выпить вечером таблетки и приготовить на следующий день другие. Это очень тяжело. Померила мама сахар. Восемь. Восемь и одна даже, кажется. Сынок похвалил. А если бы у нее был сахар десять? Как бы он себя повел? Он ведь решил быть с мамой помягче, а тут бах и такой сахар. Неужели смог бы себя сдержать и не начал бы орать? Ну, этого я уже не узнаю. Баба Таня готова на что угодно, чтобы не приехала Надя. Скажите, Василий, какой я должна быть? Я буду, буду такой. Она готова не есть и не пить, чтобы привести сахар в норму, лишь бы только не приехала Надя. Но у нее эта готовность только до того момента, пока автобус с сыном не отчалит. А потом, пофиг пляшем, целая неделя абсолютной свободы. Завтрак. Чем же эта идеальная семья будет завтракать? Вот завтрак у них идеальный. Вареные яйца. С вари, мама, и мне, и себе. И она начала озвучивать все, что думает. О, все, о, все, ковшик. Сейчас, так. Теперь водичку поставил. Правильно поставил? Конечно, правильно. Теперь яички. Вот так, так, яйца. Одно, два, три. Еще одно, мама, клади. А зачем? Ну, два тебе, два мне. А, хорошо, уговорил. Кладет воду и приговаривает. Опускает одно яйцо. Вот так. Второе кладет. Вот так. Третье кладет. Вот так. Все. Нехай вараться. Закрыла крышкой. Ну, что за бред. Что вижу, то пою. Вот было бы о чем молотить языком. Далее она рассказывает. Мясо оставила размораживаться опять на всю ночь. И Севка не орет на нее, что оно для того, чтобы разморозилось мясо, хватило бы полчаса. Зачем оно всю ночь гнило на столешнице, как он сказал про колбасу. Человек настроение. Ну, вот может же не придираться к матери. Ведь она делает все то же, что и всегда. Только если у него нет настроения, вот тогда он будет на нее орать. А если есть, тогда съемка пройдет в тишине и спокойствии. Что-то он сегодня подозрительно добрый, хоть крайне прикладывает. Да что такое? Может быть, вся причина в том, что он ночевал не у Сайгака, а дома? Ведь грядет недельное расставание. Сайгачок должен понимать, что котики это хорошо. Но личная жизнь ведь не должна из-за этого разрушаться. Правда? Пока мама готовит завтрак, он пошел от нечего делать чесать кота. Чешет и говорит. Мама так безжалостно его вычесывает. Можно подумать, он жалостливо это делает. Когда она чешет пусика, у него уж глаза вылазят. А потом, ой, у кота вот тут на шее ранки, у кота возле уха какие-то ранки. Ну, естественно, если по-дурному и голодному обосраться недолго. Вот так, если вычесывать кота, так с него и кожа слезет. Я уже про шерсть молчу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кот старается держаться от них обоих подальше. Как только приходит Зина, он сам к ней в руки идет. Я ни разу не видела, чтобы кот шел добровольно к бабе Тане или Севке. Севку он вообще десятой дорогой обходит. Баба Таня, когда начинает его звать на кровать, он так внимательно на нее смотрит, как-то опасливо. Он не доверяет. Фиг его знает. Стоит ли вообще ей доверять сейчас и лезть на эту кровать или нет? И когда он залезет, ну, так скажем, да, поймет, вроде бы ничего ему не угрожает. Можно рискнуть и прыгнуть. Он запрыгнет и старается ложиться от нее подальше. Но к Зине я поражаюсь. Я видела это неоднократно своими глазами у него видео. Зина пришла, и кот бегом к ней пишет. Зина что-то наклонилась к нему, стала разговаривать. Он так внимательно ее слушал, смотрит на нее. Вот единственный человек, которого он рад видеть, это действительно Зина. Мне интересно было бы посмотреть на момент, когда Зина уходит. Может быть, кот бежит вслед за нею, рассчитывая, что она заберет его с собой? Ну, видно же, что Пусик старается держаться от них подальше. А ведь Севка не успеет прийти, тут же начинает бесцеремонно лезть ему в глаза, в уши. Теперь новый прикол появился. Он в зубы ему заглядывает. Как только Севка начинает протягивать к нему руки, кот старается отойти на безопасное расстояние. Он понимает, что от этих рук ничего приятного ему ждать не приходится. Если Севка решил уделить внимание коту, то это без вариантов. Бедный Пусик. Ему придется терпеть вот это все, что Севка будет с ним делать. Кошмар какой-то. Бедный котик, честное слово. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok